Как вы думаете, чем полезен этот симпатичный пирожок? А если я скажу, что в нем не так и много углеводов, но зато клетчатки и белка довольно-таки много? Давайте его сегодня приготовим. Да-да, если вы хорошенько рассмотрели видео, то это морковный пирог. Вкусный, в меру сладкий, ароматный, который придется по вкусу, я думаю, вашим домочадцам. Давайте будем готовить. Вы смотрите видео на канале Готовь быстро, ешь вкусно и худей. Итак, для его приготовления нам понадобятся овсяные хлопья. Или можно взять сразу же овсяную муку. Берем овсяные хлопья, взвешиваем, засыпаем чоппер и перемалываем. Как обычно, состав рецепта будет в описании к этому видео. А я напомню, что с помощью своих рецептов я похудела на 16 килограммов за 4 месяца. Хотите также, обязательно подпишитесь и готовьте по моим рецептам. Итак, у нас получилась овсяная мука. Дальше берем морковку и также добавляем к нашим овсяным хлопьям. Видите, какая она яркая, нарядная, особенно сейчас в серости весны или зимы, в конце зимы. Вот она смотрится очень красиво и аппетитно. Дальше выбиваем туда яйца, добавляем разрыхлитель и все тщательно перемешиваем. Также я добавила немножко подсластителя. Смотрите по вкусу. Можно, в принципе, обойтись без него. И еще яблоко. Также натираем на терочке яблоко и добавляем к нашему морковному пирогу. Все выкладываем в форму и отправляем в духовку. Как видите, никаких особых сложностей с приготовлением морковного пирога возникнуть не должно. Но форму можете взять абсолютно любую. Пирог неплохо, то есть хорошо, вернее, пропекается и подрумянивается. Благодаря морковке он приобретает очень нежный такой желтенький цвет. Посмотрите, как это выглядит. Сверху я посыпала орешками. В принципе, орешки можно добавить и внутрь пирога. Спасибо, что досмотрели это видео, поставили свои лайки и оставили комментарии. Приятного!